с этой конференц-комнатой. Я надеюсь, что запись будет. Светлана, если ты здесь, запись будет? Да, отлично. Итак, здравствуйте. Сегодня у нас интересная тема. Это... Хорошо. Онлайн-вовлечение, или на что сегодня приходят люди. Дело в том, что на прошлом занятии в среду Светлана Устратова настолько потрясающую тему дала, что она практически обо всем рассказала. Я очень долго думала, что же мне вам такое дать. Во-первых, хочу обязательно вам... Вы сделали запрос Светлане, кто не был на обучении, чтобы она вам показала, где есть запись Светланы Устратовой. Необходимо посмотреть ее, потому что работа в интернете это своего рода, знаете как, ну, это практически одни и те же этапы. Просто каждый лидер работает по-своему, что-то свое использует и какие-то новшества свои и носит. Мне очень нравится слоган, вы его видите внизу. Это Виагра для крупного бизнеса, потому что на самом деле, если ваш бизнес начинает где-то там затухать, где-то себя вести неправильно, где-то вам что-то не нравится, добро пожаловать в интернет. Итак, давайте, прежде чем я начну свое обучение, я очень хотела бы, чтобы вы поприветствовать разные города и страны, которые присутствуют у нас здесь. И напишите, пожалуйста, мне в каждый свой город кто откуда. Так было бы приятно увидеть вас и познакомиться с вами, потому что нас много, мы все друг друга и не знаем. Напишите, Коркино, спасибо, Нижний Тагил. Еще кто? Тюмень, Екатеринбург, Югорск, Коркино, Пермь, Киев, Ульяновск. Ой, спасибо вам огромное, потому что на самом деле это очень важно. Вот представьте, нас столько много, и мы все из разного города. И вот и получается, что по сути, по своей интернет-обучении или интернет-привовлечения, вот оно, вот реалии, в которых вы находитесь. Спасибо вам огромное за ваше активное участие. Давайте посмотрим следующий момент. Ключевые показатели запросов, которые есть, особенно сейчас востребованные. Это естественно бренд, это имя человека. Если у вас еще нет бренда, это не страшно, потому что свой бренд, свое имя можно наработать. И у каждого из вас есть какие-то потрясающие вещи, которые вы делаете лучше, чем кто-либо. Какие-то моменты, образ, семья, структура, квалификация. Каждый человек уникален, и поэтому вам каждому запишите, пожалуйста, себе обязательно такое условие, подумать, чем я уникален, и именно это продвигать в интернете. Но, следующий человек, ко мне очень много сейчас приходит консультантов, которые уже консультанты. И запросов немереное количество, станьте моим наставником. Вам нужно обратиться к наставнику. Если есть какие-то рекомендации, я все-таки даю или на какое-то видео свое отправляю. Но в любом случае, очень обидно становится, когда есть на земле, рядышком, наставники, которые не работают со своими консультантами. И вот наставничество и сопровождение, это как раз и отражает ваш бренд, ваше имя в компании Фаберлика, особенно без интернета. Это компания. Насколько приятно, что если раньше нужно было описание какое-то делать о компании Фаберлик, какие-то вот новшества вносить, то сейчас шикарно приходят на продукт. Только выкладываешь какую-нибудь информацию про продукт, добавляешь ссылку в своего интернет-магазина, и если это регулярно, то люди с удовольствием приходят на продукт, и многие задают очень много вопросов. Это одна категория. В компании потрясающие возможности и бизнес, и очень многие сейчас приходят. И именно на бизнес-компании Фаберлик. Много приходят из других компаний, прям запросы, Арифлей, Мэйвен, Амвей, Тианде, просто посыпались. Поэтому сейчас очень много людей ищут себе именно бизнес-компании, именно Фаберлик. Или знаете как, они, может быть, не знают про Фаберлик. Ой, это, знаете, такой вопрос, на который вы увидите в видеоролике Светланы Устратовой. Я везде, я абсолютно везде, поэтому это не самый главный момент. Важно другое, что сейчас очень многие начинают искать ту компанию, в которой они найдут и наставника, я немножко буду говорить, потом отвечу на ваши вопросы, и наставника, и в то же время именно ту компанию, которая дает максимальные возможности. А компания Фаберлик, вы все знаете, что дает максимальные возможности. Много приходит именно на интернет-продвижение. Прям просят конкретно, я хочу работать через интернет, я хочу работать через интернет. Очень много запросов по интернету, именно продвижению и работе в интернете. Но очень еще один приятный момент, если раньше нужно было придумывать какие-то определенные фразы, то сейчас просто вы ставите ссылку и напрямую ссылку регистрационную, уже люди приходят и регистрируются. То есть бренд компании настолько вырос, он настолько занимает высокое положение, что сейчас сам Бог велел заходить в интернет и собирать большое количество людей. Тем более сейчас компания, мы все видели новость, что будут скоро открываться новые страны, что сейчас создан совет директоров, которые будут работать, чтобы правильно с разными странами работать, чтобы все это было грамотно. Огромное спасибо ей. И третий момент – это возможности. То есть очень, какие возможности, не только возможности компании, а самые важные возможности, какие проблемы или какие задачи человек может решить, сотрудничая с вами конкретно и конкретно с компанией Фаберлик. Прям вот конкретно человек приходит, мне нужно то-то, то-то. У меня, например, маленькие детки, я хочу через интернет работать. Теряется ваша речь, ну, это, видимо, нас много, я зависаю, возможно, но здесь я ничем не помогу. Итак, давайте перейдем к следующему слайду, чтобы сильно времени тратить. Давайте рассмотрим. Ваше имя само работает на вас. Очень важно отработать свое имя. Светлана Устратова на прошлом занятии шикарную тему дала, что как правильно продвигать свой бренд. Вы посмотрите, я не буду на этом заострять внимание. Показываю вам примеры, которые мы сделали с моей командой и на нашем проектном сайте. Это мы описали нашу миссию, кто мы, кто мы являемся в команде, что мы делаем, на что направлено наше именно сотрудничество с нами. И поэтому запишите второй момент. Вам очень важно определиться, что вы готовы предложить своим вновь прибывшим через интернет. И обязательно это продвигайте. Смотрите дальше, какой момент. Прежде чем завлечь и заинтересовать потенциального партнера, вы должны рассказать о том, кто вы. Очень важно. И Светлана говорила про соцсети. Просмотрите все свои соцсети. Какие у вас там фотографии? Какие слоганы? И вообще, что вы там делаете? Потому что многие предлагают, сбрасывают мне информацию в сообщениях, что даже меня приглашают в Фубрлик, наши консультанты. Вообще не смотрят, кто. О, без разницы. Вот это вот спар, это категорически запрещено. Это вообще неправильно. Но еще есть такой момент. Очень важно, чтобы вы посмотрели, что представлено в ваших соцсетях и что рассказано про вас. Кто вы? Кто вы в этой мире, в этой жизни? Какие принципы вы несете? Что вы продвигаете? Что вы позиционируете? Давайте посмотрим следующий слайд. Три основных дохода компании Фубрлик. Вот мы в основном приглашаем на бизнес. И естественно мы рассказываем, что есть построение команды, есть продажи, есть открытие агентских пунктов. Это предпринимательство. Если вы приглашаете в бизнес, то очень важно показывать все преимущества именно компании. Но не надо ко мне в команду. Нормально все. Важно, если вы показываете бизнес, хотите пригласить к себе в бизнес, обязательно покажите все возможности. Распишите их. Благо на сайте Фубрлик, на уличном кабинете огромное количество материала. Не знаете сами, обратитесь к наставникам. Это не сложно сейчас. Но в любом случае вы должны говорить об этом. Если вы говорите о себе, вы рассказываете о себе, чего вы достигли. Даже если вы не в квалификации, у вас уже есть стяжение. Если о бизнесе, то все преимущества. Если о продукте, то рассказывайте, что у нас есть какой замечательный продукт, какие цены. Вы эту информацию наберете и не знаете. Когда люди видят в интернете, что вы продвигаете, они видят стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Вот знаете, на самом деле все гениальное просто. У нас все это есть. И вживую на земле мы об этом рассказываем. Вот в интернете нужно рассказывать то же самое. Постепенно, потихонечку вы научитесь всему. Только начните просто делать. И начните систематизировать, чтобы это было каждый день. Давайте посмотрим следующий слайд. Следующий слайд это получение. Что они получат. И очень важно тот слоган, который вы предоставляете. Это я вам сделала несколько скриншотов с нашего проектного сайта, командного для нашей структуры. Получение прибыли. Видите, что мы написали? Мы просто горим идеей улучшить жизнь людей и создания новых историй и успехов в нашей команде. И уже есть у нас те люди, которые пришли через интернет. Они, кстати, здесь присутствуют. Я вижу батареи своих, и очень это приятно. И вот они пришли на это, и они уже кто-то маленькими шагами, кто-то быстрыми. И они уже движутся к успеху. У всех лучей, если вы предлагаете, вы должны обязательно это давать. Если вы не будете давать, а только будете бросать слова, мы вам поможем, и у вас все получится, то гроши цена вашему приглашению, и новичков можно огромное количество привезти, но толку никакого не будет. Когда человек видит, что ему предлагают, он понимает, я здесь нужен, я здесь смогу реализоваться, значит, я достигну своих целей, естественно, достигну своих результатов. Итак, теперь следующий слайд. Основные виды привлечения. Я просто вам оглашу этот список, о нем действительно вы можете посмотреть видео уроки от Светланы Устратовой. Она шикарно там рассказывала. Платный трафик. Это контекстная реклама в Яндексе, в Гугле, в соцсетях, и огромное количество вообще платного трафика. Я о нем говорить не буду, это очень такая, знаете, серьезная тема, я не расскажу про нее. Бесплатный трафик. Это то, что делают многие, у кого, например, недостаточно инвестиций, или они не умеют это делать. Например, холодные контакты в соцсетях. Это оповещение, знакомство, приглашение. Блог, SEO-оптимизация. Многие не знают, что такое SEO-оптимизация. Это когда вы специально свои статьи, свои видео оптимизируют, запросы людей определенных. Это можете делать самостоятельно, но этому надо учиться. Или есть люди, которых можно нанять, и они вам это сделают. YouTube-канал. Шикарный момент. Света тоже в прошлое занятие рассказывала. Вы просто записываете ролики и продвигаетесь. Делаете YouTube-канал очень легко, никаких проблем нет. Доски объявлений. Есть огромное количество людей, которые с удовольствием работают. Кстати, компания Reflame, про кемия. Конечно, сейчас, из-за того, что многие начали вышли в интернет, уже где-то бесплатные вот эти вот моменты, они где-то срабатывают, где-то не срабатывают, где-то блокируют. Но в любом случае, если вы будете это делать регулярно, если вы будете обязательно это продвигать, то это обязательно сработает. Только нужно просто терпение и кропотливый труд. Наш интернет-магазин. Обязательно оптимизируйте его. Внесите туда регистрационную сеть свою. Где вы находитесь. Поработайте. Там инструкции есть. Компания сделала все эти инструкции. И продвигайте через соцсети без проблем. Вид привода. Делайте по 100 баллов, и от компании вам будут приходить новички. И вот есть еще один вид привлечения за теплые контакты через интернет. Сейчас скажу. Это шикарный метод. Кто-то его использует, кто-то нет. Поставьте, пожалуйста, вот у меня к вам вопрос. Поставьте, пожалуйста, воспитательный знак. У кого есть друзья, родственники в других городах и странах? Хочу это увидеть. Сколько нас таких, у кого родственники, друзья, у одноклассники? И только или... Да, конечно. Да, конечно. У нас мир необъятен. У нас огромное количество родственников, друзей. Это нужно составить список знакомых тех людей, которые живут не в вашем городе. Вот ваши близкие списки, которые вас любят, которые вас ценят, которые вас уважают. Как у Мельникова говорили, состав список шести самых ключевых партнеров. Так вот, возьмите этот трафик. А, наверное, не то предлагаете, Дарья. Потому что, знаете как, не нужно им прям вот воочию, давай, пойдем ко мне в фаберлик. Знаете, как у меня происходит? Мои родственники, я всех пригласила к себе в друзья в соцсети. И я продвигаю там определенную информацию о продукте, свои ролики, еще что-то. И мои родственники, мои одноклассники начали самостоятельно мне говорить. Таня, слушай, мы на тебя смотрим, прямо столько интересных вещей рассказываешь, а мы хотим к тебе в компанию. И очень многие родственники и друзья уже сами просятся. Потому что они увидели, сколько у меня друзей. Они увидели, какую информацию интересную я выкладываю. И получается, они увидели, что я меняю, что я могу предложить, что я купить могу. Кстати, еще не сказал, инстаграм, карный тоже метод бесплатного трафика. Но вот родственникам нужно записать весь список, кто живет в других городах и странах. Те, на кого вы выйдете, с теми, с кем вы пообщаетесь и кто согласится. Я не буду останавливаться на вопрос, ладно, а то я не успею. У меня много материала, хотелось бы вам выдать. Те родственники, которые согласятся, или друзья согласятся, по методу Мельниковых, вы просите этих родственников или составить список шести партнеров потенциальных, людей, которые хотели бы, как они, включиться в вашу команду. Или, как делает Марьян Умарова, она спрашивает людей, чтобы они одну хотя бы фамилию сказали, как то, и думают, что точно можно зарегистрировать. И Марьян Умарова говорит, этому человеку, ротный. Если вы это будете делать, вы увидите, какие будут результаты. Хотя бы одного человека за день, и плюс просите телефон хотя бы одного человека у этого нового консультанта. Не буду останавливаться на вопросах. Вот этот метод теплые контакты через интернет, он еще не очень использован. И если вы сейчас не начнете это делать, то у вас может произойти такая ситуация. Вы обратитесь к своим родственникам или друзьям через интернет, и вы удивитесь и узнаете, что оказывается эти родственники уже у кого-то в структуре. И вот тут вот будет уже очень крайне обидно. И поэтому обязательно вот это используйте. Давайте посмотрим следующий слайд. Вы являетесь тем лидером, на кого придут люди. То, что мы с вами говорили. Потому что интернет-технологии, это вот именно действительно то продвижение, продвижение вас. И если вы в жизни, например, стесняетесь говорить, или вы, например, в жизни не всегда можете подойти к человеку, то здесь все гораздо проще. Вас видят такими, какими вы себя продвигаете. И обязательно перед вами сейчас стоит серьезный выбор, начать это делать или нет. И перед людьми стоит серьезный выбор, которых вы приглашаете, пойти за вами или нет. И поэтому вот здесь очень важный такой вот грамотно нужный подход, что вы будете предлагать этим людям. Люди приходят на людей, что в жизни на земле, что в интернете. И от вас зависит, смогут ли они получить все по максимуму от компании Фаберлик или нет. И прежде чем вы начнете приглашать, продумайте, что вы будете делать. А я вам сейчас дам несколько рекомендаций, которые работают у нас. Я не буду рассказывать о нашем сайте проектном обучающем, потому что не каждый это может сделать, но мы сделали. Но в любом случае, что необходимо сделать, когда вы уже пригласили? Когда уже он пришел? Когда он уже зарегистрировался? Сам или вы его зарегистрировали вручную? Что нужно сделать? Есть три основных шага наставника. Первое – это обязательно звонок новичку. Обязательно выберите ту схему звонка, которая удобна для вас. Можно через телефон, можно через вайбер. Знаете, как я делаю? У меня подключен вайбер к телефоне на андроиде. Я просто-напросто вбиваю течка и потом ищу его, если он в вайбере. Очень часто бывает, что новичок есть в вайбере, и тогда мне не входится. Звоните, тратите, например, деньги в Беларуси или в Украину или в Казахстан. Тогда я пишу, здравствуйте, я ваш наставник. Я звоню и не с ним договариваюсь. Точно так же сейчас очень развита ватсап. Если у ваших консультантов нету, то я вбиваю, ношу номер телефона консультанта, звоню ему и отправляю ему смс, чтобы он попробовал присоединиться к вайберу или ватсапу. Очень многие присоединяются, и потом мы общаемся. Это получается бесплатная возможность вам общения с другими странами и городами. Если все-таки нету возможности, но телефоны не все поддерживают этот функционал, поэтому вы на скайпе, есть потрясающий момент, вы на скайп кладете деньги и звоните по телефону человеку. Он вас не видит, он вас слышит просто как будто бы вы звоните по телефону, и вы с ним разговариваете. Единственное, вы приду, звонить не надо, вы по нему не дозвонятся, а не к вам. Но у вас есть возможность сказать несколько слов, сказать приветствие, познакомиться, спросить, все ли получилось, получили ли они код подтверждения. Вот первый звонок играет большую роль. Мы с Дарьей Титовой проверяли такой момент. Вот не звоним, кто-то включился, кто-то нет. Кому звоним, они обязательно включаются и распределяются самостоятельно уже по целевым группам, что они хотят пользоваться или работать, или бизнес строить, или через интернет, неважно. Важно другое. Кому мы не позвонили, вот процентов 80 или 90 этих людей, они пропадают, они где-то повисают. Или у них не получилось, когда мы начинаем их прозванивать, получается, когда поток большой шумы через интернет, люди или пропадают, или переподписывают, и, к сожалению, у нас катастрофа, что творится в компании. Не в компании, а вот многие держатели агентских пунктов некорректно работают. Но есть методы влияния на них, поэтому, в принципе, это все реально. В любом случае, обязательно звонок новичку. Запишите это. Даже если вы узорировали здесь, на земле, звонок новичку. Второе. Это обязательно не в городе у меня, или в других странах мы обязательно делаем рассылку. У моей команды есть образцы и у меня. Это письмо. Оно может быть с акциями по первому шагу. Это может быть обучение какое-то, вы ему отправите. Как оформить заказ. Может быть, свои данные какие-то. Мы как делаем? Мы отправляем, обязательно указываем, что наш скайп, мой вайбер. Присоединитесь, пожалуйста. И получается, человек, если он не вышел на связь, то он может к вам присоединиться в скайпе. И, естественно, вы начнете с ним общаться и уже взаимодействовать. И первые шаги, вот письма, которые он должен сделать, первые шаги, вы можете описать их самостоятельно. Все будет зависеть от того, есть ли у вас сайт, есть ли у вас блог, или у вас ничего нет, или есть ли у вас командное взаимодействие, или есть ли у вас обучение от наставников. Это вот вам решить необходимо. Но информационная рассылка должна быть. Вы должны показать, здравствуйте, вот я есть. У нас прям письмо называется. Давайте познакомимся, я ваш наставник. Прямо конкретно. А второе, акции на вот этот период. И третий шаг, который необходимо с новичками сделать, это проверка связи. Потому что одно дело имели, письмо отправили, но не факт, что он что-то сделал. Мы все, знаете, как приходят, все разные. И поэтому вы необходимо звонить или связаться, если вы там в контакте его нашли, или вы нашли его где-то в соцсетях и уже списываетесь. Подключение новичка в систему командного взаимодействия. Обязательно эту систему нужно создать. А дальше я вам буду показывать, какие темы, они очень простые для применения. Вам не нужно быть семипядей во лбу и то, что мы делаем с нашей командой. И помощь обязательно с оформлением заказа и проверить, оформил он или нет. Очень часто бывает, начинают оформлять, говорят, все понимаю, в конечном итоге. Прекрасно. И смотрите, он говорит, все понимаю, но почему-то не делает заказ. Мы начинаем его прозвонить второй раз, и оказывается, у него просто не получилось. Он махнул рукой, ему неудобно было спросить. И поэтому обязательно рекомендации ему и сопровождение, и договориться, где ему удобнее будет. И давайте посмотрим моменты, которые мы делаем с нашей командой. У нас есть скайп-чат. Мы ее назвали, Брэк Проджик у нас, этот проектный сайт наш называется, проект для структуры. Живая лента. Здесь мы общаемся, здесь мы поздравляем друг друга, здесь мы знакомимся, здесь мы приветствуем новых прибывших. Здесь бывает, вот мне некогда любой, кто на подспоре берет, отвечает. Мы здесь выработали свою технологию, у нас один лидер из Украины, Наталья, предложила в момент, говорит, давайте не просто писать, у меня зарегистрировался новичок, а давайте будем просто, типа его обнимаем, он такой хороший, мы рады его видеть. И уже потом добавили, и писать, именно какая страна или какой город. И когда начался вот этот процесс медвежатников, это было что-то, во-первых, это мотивация потрясающая, во-вторых, для тех, кто переводит новичков, они понимают, что это оказывается работает, а оказывается другие работают. Рассказывал Уркен Нарбачаев, что он создает на своих агентских пунктах рассол, в котором варятся его лидеры, его консультанты. Вот скайпчаты, это своего рода тот рассол, в котором варятся, варятся будут ваши консультанты. И у нас есть задача у каждого лидера, у каждого консультанта, кто приводит новичка, он обязательно присоединяет и предлагает ему присоединиться к нашей команде. То есть здесь есть помощь, и любой может ответить на вопрос, если, например, нет у меня лички. Потом мы обязательно создали, да, я предложила свою открытую группу ВКонтакте, в которой на самом деле кто-то себя проявляет, кто-то выкладывает свои ролики, кто-то пишет статьи, кто-то делает фотографии. И получается, они постепенно приучают, интернет это не страшно. И точно так же там есть основные какие-то моменты, у нас есть там определенные ссылки, очень много тем, очень много, мы, например, знаете, как сделали, давайте познакомимся, наша биография. И там люди просто-напросто, кто присоединяется, пишут, я в каком-то городе, в какой-то стране, и получают у нас вообще пять структур. И они между собой могут соединиться и подружиться и встречаться. То есть они здесь, получается, объединяются, потому что общее командное взаимодействие происходит, хорошо работает. Это закрытые группы, необходимые для структуры, потому что, знаете как, здесь нужно о чем-то поговорить, о чем-то пообщаться, какие-то секретики. Когда люди к нам присоединяются, просятся к нам в группу, мы проверяем, это наша структура или нет. Потому что тогда, получается, люди понимают, что это сообщество, которое предоставлено только для вашей структуры и только для ваших консультантов. Это тоже срабатывает. Что еще мы с командой делаем? Например, у нас постоянное, у нас есть расписание онлайн-вебинаров. Это у нас на нашем проектном сайте, обучающем для структуры. Но это можно сделать на блоге, это можно сделать на своей страничке, в своей группе, чтобы обязательно было расписание вебинаров. У нас оно проходит каждый день, не считая воскресенья и субботы иногда. Да, вот там есть пропущенные, это у нас были праздники, отдыхи, мы специально для людей. И вебинары направлены на разные цели группы. То есть наши структуры, есть кто только пришел покупать, есть кто пришел продавать, есть строить бизнес, есть которые серьезные партнеры. Поэтому вот именно вебинары есть каждый день. Чтобы не крякнуть самостоятельно, одному проводить эти обучающие вебинары, мы сделали такой момент. Мы объединились со структурой Законова Рухина. И ставникам и директора по очереди проводят обучение. Точно так есть уральское обучение. И это тоже у нас в расписании есть. И есть у нас структурные, конкретные обучения, которые мы обязательно делаем. То есть у нас расписано это по конкретным моментам. Но самое важное другое. У кого-то приходят на обучение, а у кого-то не приходят. Почему? Мои коллеги в моей структуре не дадут мне соврать. Они каждый день, каждый день они получают от меня сообщение. Сегодня такого-то числа. Я даже пишу какой день недели, во сколько, какая ссылка, на что направление, какой спикер. Рассказываю, чтобы люди понимали, это им важно или нет. Есть люди, которые уже четко говорят, мне это не подойдет, поэтому я не пойду. А они, которые говорят, а это как раз моя тема, мне не надо. И люди знают, что здесь можно через сообщество, сообщение, можно поздравлять с праздниками. Можно, например, знаете как, напоминалочки пишу, что закрытие периода, осталось два дня. Вот есть схемы оплаты, вот есть такие еще возможности, можно то-то, то-то купить. И получается, если те, кто не выходит на связь, те, кто не в группе, нигде нету их, и на письма не отвечают, в любом случае они получают мое сообщение, и это уже их выбор, реагировать на него или нет. И давайте посмотрим, что еще мы делаем. Вы можете взять, конечно, листочек и ручку, записать для себя. Я думаю, я прописала то, что у нас продуманы и сделаны эти вебинары. Каждую неделю, каждый понедельник у нас возможности компаний, и по очереди директора структуры Заворухиных проводят получасовое обучение по возможностям компаний. Все по-разному преподают, все разные презентации делают, и это очень хорошо. Получается такой момент, например, пришел человек, реагирует, например, на Екатерину Калашникову, она спокойная. Кто-то пришел темперамент, на мой темперамент там реагирует, и вот это очень хорошее. Кто-то процент на Олега Заворухина по-другому реагирует. И получается, мы меняем, наши новички приходят, и очень хороший момент. Вторник, все о продукте. И вот здесь только тема о продукте очень интересная. Строчку в правом столбце не видно, что там написано. Я тоже не вижу, кстати, у меня заложено это, не знаю, как убрать. Попробую сейчас убрать. Сейчас скажу. Смотрите, по средам у нас уральское обучение, но иногда мы оставляем, помимо уральского обучения, у нас есть свои, на привлечение и на регистрацию свои обучения. По четвергам у нас все о рекрутинге, по пятницам все о бизнесе. А вот в субботу мы попробовали, нема задумка, попросил консультанта, можно ли приглашать клиентов, но вам напоминалочку такую. То есть создать определенную ссылку, решение определенных проблем и все о продукте компании «Фубр Литтерс Карт». Назвать какую-то тему определенную, продвигать. И тогда могут наши консультанты перевести своих клиентов, и мы можем таким способом им помочь. Мы это делаем, но не регулярно, потому что мы уже ограничены. Хотелось бы максимально выкладываться. Звук, ну, я тут не могу ожидать качество, поэтому. Итак, есть у нас особые вебинары. То есть, когда мы отходим от вебинаров структуры Светланы Заварухиной и от Уральских. Поздравляем. Рассказываем новости, новые акции. И дополнительно еще новые акции промоушена от структуры. То есть у нас структурное собрание, где мы оповещаем и где я выкладываю свой чек. Я рассказываю о своих доходах, я рассказываю о своих объемах, я рассказываю о банниках. То есть полная инструкция и кто это такое. Поэтому первый понедельник периода у нас структурное собрание. Последний вторник периода у нас обязательно презентация нового каталога. Мы стараемся делать на час, потому что стараемся объяснить все, разжевать, чтобы наши консультанты смогли побольше купить, заинтересовать, объяснить, на что сделать акценты. Один раз каждую неделю это планерка с бизнес-группой. Мы ее раньше проводили, сейчас мы немножко отложили, потому что набираем новую бизнес-группу. У нас сейчас уже набралось приличное количество конкретных людей, которые заявились в бизнес-группу, и мы скоро запустим планерку с этой бизнес-группой. Это осознанные конкретные люди. И один раз каждую неделю мы проводим, вот поняла, что вам не видно, стартап для новичков. Сейчас у нас оно немножко приостановилось, мы готовим немножко другую презентацию, другое видео-сообщение, но в определенное время мы проводили, это очень давало хорошие результаты. Так, двигаюсь дальше, коллеги. Все понятно, нет? А то, может быть, вы там уснули от моего разговора. Поставьте плюсики, что вы меня слышите и видите. Хотелось бы вас видеть и слышать. Поставьте плюсики, меня слышно? Так, слышно, отлично. Точно так же обязательно... Обязательно, все, благодарю коллеги, я прям тороплюсь, чтобы вам дать всю информацию. Обязательно, когда вы приглашаете людей, хоть через интернет, хоть не через интернет, в любом случае обязательно делайте поздравления. То есть объявляйте какие-то промоушены, выкладывайте или на блоге, или в группе, в фото, где которых вы поздравляете. Это у нас акция сделать 300 баллов накопительно за три периода, или единовременно, но в любом случае 300 баллов и туго. И потом мы дарим людям подарки. Мы выкладываем, какие подарки они могут заказать, и дарим. И вот победителям мы выкладываем. Конечно, я тут вам показала всего три фотографии, у нас их гораздо больше, их много. Люди видят себя, консультанты видят своих наставников, кто работает, и у них появляется определенная мотивация. Поощрение обязательно. Свои промоушены для структуры обязательно. Продумайте, какие они должны быть. Они обязательно на разные целевые группы. Если это у третьей, если это на бизнес, четвертой. Вот, например, я объявила, как послушала Руслана на уральском обучении, я объявила в своей структуре, сделай 600 баллов, продержи или вырасти 3 периода и получи планшет в подарок. Могу уже сейчас по факту... В моей структуре есть человек, который мало того, что пришел только в структуру, уже полторы тысячи баллов за 3 периода, а еще есть другой момент, она получает планшет с семейной парой, с женой. Поэтому объявляйте свои промоушены. Давайте будем двигаться дальше. Основные этапы сопровождения, которые необходимо учитывать. Это основные, их намного больше. Это сам... ...чтобы вы не забрасывали его лишней информацией. Потому что... А что у вас? Не поняла. Это, видимо, связь. У меня камера HD и из-за этого, наверное. Отключите мое видео, вам не обязательно меня видеть. Смотрите, у вас тогда будет гораздо проще. Итак, самое важное, чтобы ваш консультант, который пришел, самоопределился. Потому что если вы его завалите информацией, которая ему не нужна, он просто от вас будет сбежать и не реагировать. На какую позицию. И вот в первом звонке, когда вы звоните, очень важно задавать хороший вопрос, который я задаю своим новичкам. Я задаю такой вопрос. Какие проблемы или задачи вы хотите... ...пишите, сотрудничая с моей командой, компанией Faberlic. И когда человек говорит мне, что он хотел бы получить от этого сотрудничества, то я сразу понимаю, кто это, что это, и вообще куда его направлять. Если он говорит, что мне нужны деньги, то я спрашиваю, сколько. И тогда получается, что человек сама определяется, и я уже точно... А, вы отключите камеру, потому что HD-качество, и, возможно, у вас из-за этого скачет. Уберете просто вот... Есть камера у вас в левом углу, микрофончик и камера. Нажмите на камеру, она уберется. Итак, смотрите, какой момент. Когда он сама определился, то тогда вы уже планируете его деятельность. Если это привилегированный покупатель и хочет пользоваться, это одно направление. Если это продавец, им нужны дополнительные доходы, это второе направление. Если это рекрутер, третье. Если это бизнес-партнер, четверто. Я вам не буду об этом рассказывать, вы все об этом знаете. Если не знаете, обратитесь к своим наставникам, они вам расскажут, что такое целевые группы. Главное определение целей консультанта. Очень важно определить, что он хочет, зачем. И совместное прописание важных, необходимых шагов для достижения именно его результата, а не тот, который хотите вы. Это планирование деятельности обязательно. Третий этап. Это контроль, корректировка и дубликация. Я это объединила в единое, потому что благодаря скайп-чатам, благодаря, я вам покажу потом дальше, структурным скайп-чатам, благодаря взаимодействию с моими консультантами в скайпе, с моими лидерами, я просто-напросто и контролирую, и направляю, и где-то индивидуально провожу какие-то совместные скайп-вебинары или скайп-обучения, или скайп-подсказки, потому что здесь очень хороший момент. Например, ваш консультант хочет расти как лидер, а он не умеет разговаривать с людьми. Объединяетесь в скайпе. Он, вы и его приглашенные. И вы разговариваете с тем человеком, которого он пригласил, а ваш консультант, который потенциальный лидер, учится, потом он завершает регистрацию, как говорится, сделку, после этого вы с ним созваниваетесь и узнаете, что для него было важно, где какие у него возникли вопросы, что он хотел бы изучить, что, то есть определенные моменты. Простите. И вот. То есть вот такое можно тоже проводить и помогать своим консультантам, независимо, рядом они с вами или далеко. Итак, отчеты раз в неделю от консультантов. Ну не от всех, а только от тех конкретных лидеров, которые заявились. Они сказали, я хочу расти. Ну, проблем. Все, будешь расти, пошли. Давай, отчеты обязательно присылать. Конечно, не всегда присылают, но в любом случае я вижу, что они делают. Я уже могу конректировку какую-то дать, поправочку дать. Именно под него подстроиться. Ведь важен результат. Важно, чтобы ваш лидер начал движение и дошел в конечном итоге до своего результата. Но еще я делаю, вот они один раз в неделю, а я каждодневный контроль делаю, то есть через отчеты компании Фаберлиф. Я просматриваю, сколько у него оплачено, сколько не оплачено, сколько новичков пришло и так далее. Смотрю, сколько он привел новичков. И я проверяю повторение моих шагов. То есть то, что я сказала, нужно сделать. У меня конкретно прописано, что нужно сделать с новичком. Я это высылаю у лидера и потом проверяю. Мои дорогие консультанты, которые сейчас находятся здесь, я вас проверяю. Простите, пожалуйста, но это во ваше благо. И вот такие проверочки происходят. Сейчас вот я вам покажу одну из проверочек. Ну, во-первых, я создаю, помимо общего скайпчата, есть у нас еще структурные скайпчаты. И там уже отчет делают между собой консультанты. А еще я знакомлюсь с их новичками. И когда новички мне задают какие-то вопросы, то я сбрасываю в этот структурный чат, что наставник, вышестоящий наставник, пожалуйста, передайте информацию, пожалуйста, отправьте письмо и так далее и тому подобное. Я быстренько закрою, потому что мои девчонки на меня обидятся. Не обижайтесь. Но еще есть один такой момент. Каждый день я присылаю в свой структурный скайпчат отчет. Я же требую от них отчетов, поэтому я даю отчет. Когда был двухнедельный каталог, мы присылали каждый день. Сейчас я уже какую-то информацию сбрасываю, где-то поддержку делаю, где-то еще. Я же вижу, как видится моя структура. И поэтому где-то сбрасываю, где-то нет. Но в основном я делаю отчет перед своей структурой. Сколько прошло дней. За эти дни что они сделали. Потому что у нас же мы вместе растем. И вот вам результат на сегодняшнее число, которое для моей структуры я сброшу завтра. Но завтра уже изменено. Итак, отчет дня. Я обязательно говорю, что там у нас осталось только-то дней. Обязательно обратите внимание. Или я поздравляю людей. У меня объем, а вы видите, вот смотрите, сейчас на сегодняшний момент у меня получается вместе с неоплаченными 14 518. Конечно, все не будут оплачены. Ну, где-то 13, вот так вот 13, 12, 11, 14 бывает. Вот, чек у меня более 90 тысяч каждые 3 недели. Это не считая Денского пункта. И поэтому я делюсь. И здесь я вам не показала, тут только успела сфотографировать двоих людей, лидеров, но я выкладываю полностью всех людей, лидеров, кто вышел более 100 баллов. И люди видят это. Они видят, кто как двигается. Они видят, что они растут. Где-то для кого-то, простите, мои дорогие консультанты, для кого-то это, знаете, как волшебный пендель, ага, она растет, а я нет, ага, у нее сколько медвежонков, там новичков пришло, а у меня нет. А еще мы такое добавили, что если ты прозваниваешь свою структуру, и это результативный прозвон, и действительно есть результат от этого прозвона консультанта, то есть там такой в скайке человек, который вот крутится, как ученик. И поэтому мы сбрасываем, кто сколько прозвонил в этот день свою структуру. И люди видят, с одной стороны, это мотивация для тех, которые говорят, ничего не работает, с другой стороны, получается, для тех, которые не работают, боже мой, а я ведь ничего не делаю. А третий момент происходит, они видят, как растут друг к другу. То есть получается, вот сейчас у меня здесь присутствует и Украина, есть Казахстан сегодня присутствует, Россия несколько городов, но у нас есть и Узбекистан, есть у нас Белоруссия, и они просто друг с другом взаимодействуют. Это очень хорошее подспорье и показание, что действительно все движется, ничего не стоит, кризиса никакого нету, скупают все, и происходит огромное количество работы. И только от вас, от наставников, зависит, будут ли люди идти в вашей структуре, будут ли они двигаться, и будете ли вы их вести к той цели, которая действительно актуальна для них. Наставничество. Вот самый главный фактор успеха вашей команды. И не важно, где вы приведете. Оффлайн, онлайн, важно другое. Что вы дадите своим консультантам, и как вы с ними будете взаимодействовать, и в какой рассол вы их соедините. Сейчас огромное количество и огромный ресурс, да, как компании, точно так же даны возможности в интернете. И добро пожаловать. Потому что можно сейчас растить громадные структуры в разных странах и достигать высоких результатов. На прошлом занятии, да, Светлана Устратова сказала, что полгода, вот она отследила этот момент. Я могу сказать одно, я в интернете третий год, но первый год я продвигала свой бренд, и очень многие знают, что мы создали свой сайт, блог и мое обучение. Потом наступил момент, когда мне начали чужие консультанты писать, Татьяна, спасибо вам большое, я сделала полторы тысячи баллов. Татьяна, спасибо большое. Я дошла до двух тысяч баллов. Татьяна, спасибо большое. Благодаря вам я стала продавать на сто баллов. И вот таких отзывов очень было много. Я так сказала своим сыновьям, я говорю, слушайте, чужие растут на моем обучении, а мои нет. Как бы нам так сделать, чтобы мои начали расти? И вот тогда действительно, спустя год мы начали год работать, именно создавать специально систему обучения, систему взаимодействия, систему рассылки. Мы все продумывали, нас работали мои трое сыновей, Алексей Павел и Максим, братья Курячий, Дарья Титова и я. И мы работали через интернет. На тот момент мои сыновья жили в США, Дарья живет в Челябинске, сейчас мои сыновья живут в Сочи, и у нас нет границ. И не важно, что мы в разных местах. Мы вместе штурмили, мы вместе разрабатывали, мы ругались, мы спорили, мы вложили много ресурсов, вложили много денег, но это дает результаты моим людям, моей команде, и помогает им продвигать именно определенный проект. Я вам предлагаю создать команду или собрать команду, объединиться с кем-то. Нет у вас сейчас команды, объединитесь с параллелями и начните совместные какие-то действия. Начните приглашать любыми способами. Главное, регулярно, главное, ежедневно. Когда мы запустили наш сайт, мы запустили его в сентябре, в октябре, после Сочи. 1 октября мы запустили. За это время, с 1 октября, мы начали включать мою структуру, сайт во взаимодействие, в общение, все остальное. И за вот, сколько это прошло получается? Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. А, апреля нет, март, 5 месяцев. За 5 месяцев мой чек вырос на 110%. А мой групповой объем прирос плюс 65%. Это за 5 месяцев. Ой, ну да, за 5 месяцев. Там были, и в команде, если на тот период у меня было 14 лидеров, потенциальных партнеров, то сейчас у нас в команде, вот по прошлому периоду у нас 38 партнеров потенциальных, тех, которые действительно уже начали рекрутировать. Если раньше я рекрутировала только через интернет и далее рекрутировала, то сейчас команда приводит, и вы видели, что у нас в каждый период приводит большое, огромное количество новичков, именно мои консультанты, мои любимые потенциальные бриллиантовые директора. Я точно в них верю, я точно знаю, что я это сделаю. У меня осталось 2 минуты всего, готова ответить на ваши вопросы. Да, первоходец, точно. Если есть вопросы, у меня есть 2 минуты, потому что мне давали час. В час я уложилась. Олесь дал нам очень много, мы начали с него, мы ничего не понимали. Когда люди говорят, я чайник, я говорю, знаете, мы все в чем-то чайники. Когда я начинала ездить на машине, я была чайник, сейчас я езжу и запросто, и зимой, и летом, и никаких проблем, и в другие города уже езжу. Мы все чайники в чем-то. Главное желание, есть оно или нету? Спасибо вам за это. Ну, ведется ли запись? Да, вот очень для меня тоже важно. Ну, на этом можно работать без наставника. Не поняла вопроса. Если ваши люди могут работать без наставника, я вас буду ругать, ремня сыплю. Если вы можете работать без наставника, можно. Объединитесь совместно, объединитесь с теми людьми, у которых тоже нету взаимодействия с наставником. Объединить. Мы же сейчас объединились. Ведь Светлана Луговых взяла нас и объединила. Объединила в уральскую ссылку, в уральское обучение. Правильно? Заварухины, Устратовые, и мы взяли и объединились вместе. Ну, все, на этом я заканчиваю. Я уложилась в час, Света, я прям пунктуально, я радуюсь. Спасибо вам огромное за ваши слова, за ваши вопросы и за ваши благополучия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!